страшную весть принес я в твой дом надежда завидите путина даже если кто-то и вздумает создать ему это создать не удастся просто потому что сама личность совершенно не позволяет создавать вокруг нее культ ну уж извините как бы такова фактура ну можно назвать этого рожденным демократизм скажем назовем это назовем это так чего хотел товарищ что имел ввиду товарищ володин я разумеется не знаю его предлежит известная фраза есть путин будет россия не будет путина не будет россия естественно я не помню дословно но так сказать в условиях очень жестокой конкуренции в условии отсутствия так сказать внятного и достойный внятный достойный кандидатуру преемника я бы с этим утверждением спорить бы не стал и по крайней мере так сказать в тот момент когда это было произнесено до повышения пенсионного возраста напоминаю и я считаю что дети действительно должны изучать историю не только там до девятьсот семнадцатого года и девяносто первого года а дети должны изучать историю и текущую мы в советское время в школах изучали историю ну по крайней мере до последнего съезда цк кпсс последнего съезда компартии включая материал этого последнего съезда ну разумеется история последних лет была скажем так слегка выхолощена да не только последних но в целом люди в школе должны понимать что с нее происходит сейчас условно это писать сложнее чем историю первобытного общинного общества но всяком случае не сложнее по крайней мере как видно из нынешних учебников чем историю великой октябрьской социалистической революции или уничтожение советского союза я не думаю чтобы путин в этом нуждался но повторюсь даже если желание какое-нибудь возникнет то не получится вот выгодно понимаете если будет проводиться разумная социально-экономическая политика то его будут уважать и без каких бы то ни было особенных усилий если она будет такой как сейчас то завоеванное уважение будет продолжать стремительно разрушаться то есть здесь вещи ну единственное что конечно если официальная пропаганда откровенно нелепа то она будет ускорять разрушение системы то есть если сейчас вдруг начнут пытаться создать культ личности путина как пытались создать культ личности хрущева то разумеется это будет работать на деструкцию систем но володин человек достаточно разумный и я не могу себе представить чтобы он это имел ввиду сейчас извините некоторые элементы стихийного культа личности возникли стихийно когда россия воссоединилась с крымом потому что первый раз на памяти многих поколений граждан россии государство без принуждения сделала что-то однозначно правильно и полезно это было но это не пошло дальше простого уважения и не пошло дальше сувенирных кружек и обратите внимание как и забрать как сменились изображения на сувенирных кружках на вокзалах за последние скажем там четыре года там был путин крутой в кепочке в очках с голым торсом на медведи все что угодно ну а то что то сказать делается в последнее время после повышения пенсионного возраста это я даже сюжет не могу воспроизвести хотя продаются вполне открытые на многих ну культ личности к сожалению давно уже попытки значит мы наблюдаем возродить чем культ личности вполне определенного человека действующего ныне президента путина он такой культ лает лает относительный потому что у нас культ личности сталина ассоциируется прежде всего с большим террором с кровью крови сейчас пока что не так много хотя она есть вот но культ личности возрождают мой взгляд это очень контр продуктивно во всех отношениях во первых это очень стыдно что у нас вся так сказать попытка ввести какую-то идеологию запрещенную конституции сводится к тому что мы успеваем первое лицо традиционно во вторых это абсолютно не имеет отношения к реальности потому что еще люди пожилые не склонны на это как-то реагировать а люди молодые обращено будет именно на них на школьников на студентов у них обостренное чувство юмора обостренное чувство реальности и это просто приведет к огромным анекдотов больше ни к чему если кто-то думает что рассказывая больше о путине мы повысим рейтинг путина это глубок глубокое заблуждение глубокое заблуждение о нем как про прости господи о покойном либо хорошо любви ничего ну так смешно же понимаете но он живой человек не молодой человек но надо как-то о нем так сказать или или нейтрально или или все а когда только хорошее только блистательное вот он велик он могучий он прекрасен он в тайге он воздухе в небесах под водой аки аки рыба морская значит и птица в небе то с голым торсом тот он в дубленке то он еще где-то ну на невозможное дело он просто будет былины былиные герои но это же вызывает это просто иронию у людей зачем это нужно кому это нужно это все конечно признаки прежде всего вот именно это не 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 в одном федеральном сми мы не услышали у меня даже намека на критическое слово даже на нейтральное только только восхищение и преклонение просто гений гиги 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 всех времен народа в последнее время последний раз такой говорил со стали если бы ему это не нравилось он бы это прекратил значит я из этого делаю очень печальный вывод что ему это к сожалению в какой-то степени нравится это очень плохо потому что он человек с несомненным чувством юмора но по-видимому она притупляется в какой-то мере или может быть это связано с тем что он живет в таком так сказать такой башни слоновой кости настолько далеко от реальности что не вполне не вполне представляет себе не в силу ограниченности возможных информационных ресурсов интернетом он не пользуется как известно может быть он вполне себе представляет что происходит это очень плохо вопрос в том что планируется изучать это я думаю достаточно важный вопрос если честно обсуждать что уничтожено огромное количество промышленных предприятий в стране до ситуации с инфляцией с бездомными с очередями на жилье с огромным количеством социальных проблем которые в стране не решаются то что было откровенное вранье про предвыборные обещания единой россии известная картинка которая на выборах ходила если про это говорить прямо честно и откровенно есть ощущение что властям это не понравится а то что имелось ввиду ну скорее всего да действительно петь панигирик руководителя государства ну всерьез наверное это обсуждать сложно исключительно наверное плоскости аппаратных интриг следует всерьез рассматривать это заявление то есть это признание верности руководителя государства и желание сделать ему приятное используя естественную гибкость спины вырезаемся аккуратно вот наверное эта гибкость будет каким-то образом вознаграждена к сожалению в современной административно-политической системе принято брать на ответственные должности верных а спрашивать них как с умных ну вот недостаток ума иногда удается компенсировать повышенной лояльностью вот наверное в этой плоскости я бы воспринимал заявление для того чтобы был культ личности должна быть популярность не только в среде личных подчиненных вот пока популярность именно общенародной я бы не видел все-таки и после пенсионной реформы крайне сильно просели и позиции главы государства среди населения и последующие действия то что сейчас происходит жесточайшее заворачивание гаек предельно неуверенная ситуация во время эпидемии коронавируса когда одно ведомство не знало что делает другое и вообще не было видения что с этой проблемой делать я думаю что позиции руководство страны и лично президента крайне сильно просели и говорить что есть вот какой-то кулич личности ну наверное только среди людей которые работают структурах подчиненных президента вот наверное было бы так правильно сформулировать там может быть он есть но это ну скорее просто чинопочитание чем какое-то вот масштабное социальное явление я бы сказал я буду такой с точки зрения это оценил а то что желание угодить начальнику у некоторых людей есть ну скажем так я бы считал что правильнее проявлять свой профессионализм нежели лояльность начальству это более правильный способ занимать административные высоты с учетом того что никто таких лизоблюдов не одергивает замечания не получают ну наверное ему как минимум это приятно вот я я бы так оценил опять же это предположение утверждать невозможно но наверное любой серьезный руководитель может в неофициальном порядке бы за такие предложения бы все-таки не в меру ретивых подчиненных одернул то что мы какой-то реакции не видим ну наверное это грустный признак на мой взгляд подобные предложения со стороны Володина выглядят дешевой пропагандой потому что Путину власти уже больше 20 лет и надо смотреть на то что сделано сегодня а не на то что было сделано там когда он только-только пришел к власти и получил фактически разрушенную страну а проблема нашей власти сегодня заключается главным образом в том что у нее нет реальных успехов которыми можно было бы гордиться потому что если бы они были то и не пришлось бы Володину придумывать какими такими достижениями порадовать так сказать наших школьников а сейчас в среднестатистической семьи в России проблемы примерно одинаковые это низкие зарплаты это маленькие пенсии это недостаточный уровень образования кто-то не может себе позволить образование высшее потому что оно далеко не каждому доступно тем более не в Москве не каждая семья может например позволить полноценный отдых один-два раза в год и вот если бы скажем власть хотя бы для начала сделала минимальный размер оплаты труда в 30 тысяч по России как того требуют все левые силы все левые и национал-патриотические силы чтобы у родителей наших школьников доход был поприличнее то уже можно было бы говорить о каких-то достижениях и то я думаю что такое достижение любой школьник заметил бы без всякой лишней пропаганды побольше нужно социальных льгот опять-таки доступное образование очень не хватает сейчас доступных спортивных секций бассейном обо всем этом регулярно говорится выпускаются какие-то указы но дальше указов и дальше указов и дело не идет а значит это дешевый популизм и по-другому это не назовешь то есть например вот сейчас только по официальным данным в России около 20 миллионов людей находится за чертой бедности то есть фактически они нищие вот и спрашивается и чем чем здесь гордиться в нашей стране разрыв между бедными и богатыми стремительно только увеличивается то есть Россия вообще передавая по всему миру по этому разрыву и как следствие тут и экономический рост очень медленный и растет социальное напряжение вот например перед новым годом левый фронт и КПРФ в том числе призывали власти ввиду кризиса связанного с пандемией выплатить каждой семье где есть дети до 18 лет 25 тысяч рублей что сделала власть власть выделила всего-навсего по 5 тысяч и то только тем у кого дети до 7 лет вот или например вот блокировали карты социальные карты по которым школьники студенты пенсионеры ездят хорошо поблокировали но деньги же из бюджета на это были выделены почему бы не взять эти деньги и не отдать их людям сейчас для пенсионера например даже лишние тысяча а может две уже было бы хорошо и это вот из последних примеров например алтайские школьники были недовольны качеством питания в школе это алтарь я вам скажу по Москве вот у меня двое детей один в прошлом году закончил школу второй сейчас в девятом классе учится и я вам скажу честно мне абсолютно не нравится качество питания в нашей школе а что же говорить там про алтайский край и не удивительно что дети там травятся вот это я рассмотрела в основном бытовые и житейские какие-то примеры а если посмотреть шире то там все намного хуже то есть если брать там стратегические отрасли экономики которые деньги только набиваются вот карманы олигархов а при этом все основное основное население страны нищает где прогрессивная шкала налогообложения дохода всего этого нет это все не делается то есть если говорить о том чтобы как-то пропагандировать достижения пропагандировать немножко неверное слово но тем не менее можно вспомнить Иосифа Виссарионовича Сталина которого тоже обвиняли в том что устроили культ личности вот то что сейчас похоже что-то пытается сделать с нашим президентом Путиным сделать культ личности Путина вот но если говорить о Советском Союзе который после войны отстроился в кратчайшие строги поднял производство промышленность дал нормальную возможность людям все-таки жить в краткие сроки а у нас Владимир Владимирович уже 20 лет у власти а никак не может элементарных вещей сделать поэтому тут можно сказать только одно если вот про Сталина можно сказать был культ но была и личность то к сожалению о Владимире Владимировиче такого сказать никак нельзя выгодно это может быть только тем кто богатеет за счет страны за счет народа за счет тех же самых стратегических отраслей экономики то есть это те люди которые по-прежнему хотят как вот предыдущие 20 лет так они и на будущее хотят только набивать свои карманы и грабить народ и отправлять это все за границу вместе со своими семьями чтобы они там жили прекрасно а мы здесь в нищете призывали только им это и может быть интересно насколько это надо Путину я не знаю на мой взгляд единственный верный путь для него был бы как раз взять сделать левый поворот и взять курс на социальную направленность есть такое известное выражение первый раз история происходит в виде трагедии а затем в виде фарса так вот попытка сегодня сотворить нового такого великого руководителя России коим господин Володя считает Владимир Владимирович Путина ну мне кажется это фарс поскольку понимаете чтобы стать великим это надо быть личностью а вот к сожалению горькому Владимир Владимирович личность не тянет ясно что в ситуации когда Россия с каждым днем все больше и больше превращается в осажденный лагерь и она превращается в страну изгоя благодаря господину Путину то нужен символ который мог бы объединить в этот момент нацию но понимаете ну не тянет это на он на лидера нации но я прекрасно понимаю и мы все помним что в годы Великой Отечественной войны советский народ сплотился вокруг фигуры Сталина и неспроста солдаты Красной Армии шли в бой с лозунгами за Родину за Сталина так вот я очень-очень сомневаюсь что возможно что ну вот не дай бог в случае какого-то серьезного конфликта наши уже нынешние солдаты пойдут в бой за с лозунгами за Родину за Путина хотя уже патриотические песни по этому поводу появляются типа за нами Сталинград и Путин ну что-то такое было уже вы знаете вот по этому поводу мне кажется очень хорошо в свое время высказался наш выдающийся писатель Михаил Шолохов нобелевский лавриат отвечая на вопрос по поводу культа личности он сказал да культ личности был но была и личность так вот еще раз повторю что вот эта попытка надуть Владимира Владимировича и вокруг него сплотить всех граждан России или всех россиян но она провалится она не получится ничего из этого и это превращается в фарс и как мне кажется только больше еще больше ударит по авторитету Путина ну а я не говорю про господина Володина ведь понимаете надо если сравнивать культ личности Сталина при все при том что и у него были трагические ошибки да тот период были и репрессии и раскулачивания и многие другие вещи но если использовать китайский метод оценки политиков которые в свое время сказали что на 40 процентов был плохим на 60 процентов он был хорошим то я думаю если применить эту ситуацию к Сталину то это можно использовать подобные вещи а теперь давайте посмотрим Сталин поднял великую страну и неспроста Черчилль говорил что он получил страну с сахой а остался с атомной бомбой а ведь благодаря этой атомной бомбе сталинской мы до сих пор чувствуем определенную безопасность а вот что останется после Путина уничтоженная промышленность российская и сколько крови в том числе пота страдания русских было пролито чтобы превратить Россию с сахой в великую индустриальную державу и ведь Сталин задачу решил и это именно именно это позволило уже через 4 года после войны создать атомную бомбу через 12 лет запустить первый спутник в 61 году и запустить первого человека в космос есть что-то подобное в достижениях Владимира Владимировича ну кроме сочинской олимпиады универсиады ну память памятника вере Ельсин-центра в Екатеринбурге но я не могу ничего подобного представить а ведь самое главное еще раз говорю что он превратил Россию за 20 лет свое управление в сырьевой придаток развитых стран и вот как теперь восстановить то что Путин разрушил как теперь восстановить те десятки подчеркиваю десятки тысяч промышленных предприятий и я не знаю если Сталину это удалось в 30-е годы но это было я повторюсь огромных усилий то Путин вряд ли на это способен а Россия как сырьевой придаток ну не может существовать в этой ситуации она просто обречена но к сожалению это официальная пропаганда делает вид что ничего подобного не было продолжает надувать фигуру Владимира Владимировича Путина но вы знаете я очень боюсь что это будет как с воздушным шариком его можно надувать 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 а потом вдруг лопается и ничего от него не остается кроме обрывков так вот поэтому повторюсь я считаю что провалится попытка Володина во первых действительно это фарс она такая еще больше усугубит отрицательные отношения Путину и его достижения и лучше бы ну забыли про эту тему и просто жили бы мы и если бы еще Владимир Владимирович ну выполнял конституционные нормы о преемственности власти не преемственности а необходимости смены власти сменяемости власти и ушел бы добровольно ушел бы на пенсию я думаю вот это бы ему прибавило авторитета я небольшой любитель Ельцина и более того его оппонент и враг но в принципе когда он сделал то знаменитое декабрьское заявление 2019 года я устал я ухожу ну вы знаете в этот момент я его зауважал что хоть хоть напоследок он сделал ну верный шаг так вот если бы Владимир Владимирович выступил бы по всем федеральным каналам и сказал я устал я ухожу то это я думаю тоже прибавило бы ему авторитета и он мог бы рассчитывать ну по крайней мере на уважение дорогих россиян и в будущем те кто его надувают они же тоже не дураки зачем если эта информация не дойдет до ушей Владимира Владимировича для чего тогда вот эти вот слова и предложения по созданию культа и честно что господин Володин чтобы заручиться еще и доказать Путину что вот он смотрите как я вас люблю уважаю вообще и поэтому давайте я и дальше буду руководить главу или не знаю там с этим госдумы или может быть еще какую-нибудь другую после предложить а зато я вот вас буду призывать увековечить в веках по крайней мере в памяти людей это же неспроста если бы все эти те кто подпевал и те кто сегодня облизывают Владимира Владимировича знали что а он про это не узнает то зачем тратить энергию зачем все эти громкие слова они рассчитывают на соответственно на ответное внимание Владимира Владимировича за эти сладкие слова свой адрес и как мне кажется это ему нравится эти слова